Виссарион Асеев, чеченский правозащитник, гражданин Российской Федерации. В последний год неоднократно защищал права украинских патриотов в Крыму. После принятия новых правил при попытке въезда на полуостров столкнулся с бюрократией. Сетует впервые пересечь границы полуострова, ему могут помешать украинцы. Я подал заявление в миграционную службу с тем, чтобы получить это разрешение. Было в поведении сотрудника, который принимал это заявление, было похоже, что, скорее всего, он распишет отказ. Теперь въехать в Крым тяжелее стало семьям с детьми. Несовершеннолетние должны иметь те же документы, что и при выезде за границу. Родители же при этом не пропустят без загранпаспортов. Это нарушение прав на свободу передвижения, говорят правозащитники. Украина обязана, согласно закону временно оккупированной территории, поддерживать культурные, социальные и другие связи с Крымом. Этот порядок не позволяет поддержать даже связи с собственной семьей. И еще 1 июля представитель погранслужбы сказал, что они вынуждены были уже отказать минимум 300 гражданам Украины до 16 лет. Также дополнительные разрешения вынуждены получать иностранцы, журналисты и правоохранители. А ведь украинских патриотов защищают в судах полуострова в основном российские адвокаты, все тут участники пресс-конференции. А запрет въезда представителям СМИ развязывает руки федеральным каналам. Крым опиняется в такой информационной изоляции, потому что показывать Крым всередине сейчас могут только российские телеканалы и, соответственно, транслировать это на весь мир. К тому же принятие новых правил не в юрисдикции Кабмина, говорят представители международных организаций. Правозащитники уже подали иск против кабинета министра. Завтра дело начнет рассматривать Киевский окружной административный суд. И если процесс закончится в пользу правозащитников, правила могут и отменить. Впрочем, к советам экспертов премьер Украины готов прислушаться и так, заявили в Министерстве информационной политики. Оксана Витер, Александр Марнюк, 17 канал.